Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Департамента культуры Одесской областной государственной администрации на решение суда первой инстанции в споре, который касался охранного статуса летнего театра, как части городского сада. Судьи Александр Кровец, Александр Демерли и Татьяна Тонасогла вынесли решение по делу, которым отказали совместному предприятию Солингу в удовлетворении исковых требований. Решение вступило в силу с момента утверждения. Таким образом, летний официально признан частью городского сада. В деле принимали участие третьи лица – общественная организация «Зеленый лист» и Министерство культуры Украины. В 2017 году по инициативе общественности Департамент культуры Одесской областной государственной администрации внес изменения в учетную документацию памятника «Городской сад», включив в границы этого памятника территорию летнего театра. Совместное предприятие Солинг, которое является арендатором этой земли и собственником якобы недвижимого имущества на данной территории, обратилось в суд и оспорило это решение. В итоге апелляционный суд подтвердил охранный статус летнего театра и что данная территория является частью памятника архитектуры и градостроительства «Городской сад». Как утверждают общественные активисты, апелляция приняла решение, которым положило конец этому вопросу с той точки зрения, что решение вступило в силу, хотя и может быть обжаловано в Верховном суде. Как считает адвокат Максим Пупов, данное решение означает для одесситов то, что власть, и местные, и общегосударственные, и судебные в том числе, услышала тот месседж, который граждане города Одессы передали властям еще в 2017 году и ранее, когда вышли в городской сад и открыли ворота летнего театра, и продолжали передавать его все это время, поддерживая тех, кто борется активно, возражая против того, чтобы там была застройка. Спасибо именно активной державской позиции многим людям. И благодаря этой критической массе этот месседж был услышан, усвоен, и мы имеем такие положительные результаты. Безусловно, коллегия открылась, ей нужна додолжная юридическое впечатление, она разобралась в том, что содержание, оно немного важнее, чем в формах. Потому что мы знаем, что Соня не спаривал это решение исключительно по процедурным соображениям. Напомним, ранее суд встал на сторону общественности в вопросе незаконности благоустройства летнего театра городской властью с совместным предприятием «Салинг». Дальше остался еще один маленький барьер, без которого можно было бы сказать, что все, застройки летнего театра не будет. Этот барьер – это добиться отмены разрешения на строительство торгово-развлекательного центра, выданного городскими властями, в судебном либо административном порядке. И общественность намерена дальше этим заниматься. В сложившейся ситуации городская власть могла бы оценить и выкупить у застройщика имущество, которого по факту почти не осталось и пришедшее в негодность полностью, а обслуживание которого являлось основанием для аренды данной территории. Но нынешний состав городского совета не намерен этого делать. Поэтому Максим Попов предлагает одесситам дать оценку городской власти на предстоящих местных выборах. Голосовать по совете, выбирать людей, которые любят город, а несу в собственный карман и инициировать вопрос о выкупе этих строений у Солинга на предстоящие деньги в пользу громады. Тогда на них препятствии реализовать разумный проект благоустройства, чтобы сделать гармоничным продолжением или дополнением городского сада, как паркового пространства и на этом поставить точку.